В городе со вчерашнего дня пахнет гарью. Многие балаковцы вынуждены были закрывать окна на ночь, поскольку запах стоял невыносимый. Дым несло со стороны мусорного полигона, и наша съемочная группа выехала на место, чтобы узнать, долго ли еще горожанам терпеть неудобства. На самом полигоне и рядом с ним мы не заметили никакого возгорания. Однако сотрудники мусороперерабатывающего завода подсказали, что дым идет с территории за очистными сооружениями. И действительно, земля здесь черная от огня, кое-где еще виден дым. Вдалеке трактор делает опашку, чтобы в случае возобновления пожара огонь не перекинулся дальше. Местами заметны тлеющие остатки мусора. И таких очагов в Балаковском районе возникает по нескольку за сутки, а бороться с природными пожарами бывает довольно сложно. Причинами загорания в основном является человеческая беспечность. Но также не исключены случаи намеренного сжигания. То есть в основном сельхозпроизводители пользуются этой возможностью, сжигают свои поля. Черезхозяйственные полы обычно. В основном причина это неосторожность при обращении огнем. Ежедневно могу сказать, что более двух десятков выездов у нас на тушение. Такого рода загорания. Пожарная машина вообще, можно сказать, не заезжает в это депо. Привлекается и в полях, где-нибудь в районе, и фермерская техника. Возгорание, из-за которого на город опустился дым, могло возникнуть по разным причинам. Может, человек бросил окурок, а возможно, какая-нибудь бутылка послужила тем самым стеклышком, через которое луч солнца поджег сухую траву. Сейчас действует постановление правительства Саратовской области о введении особого противопожарного режима. В рамках действия вот этого особого противопожарного режима запрещается проведение пожароопасных работ, сжигание сухой растительности. Сельскохозяйственные палы также запрещены. В случае выявления нарушения требований пожарной безопасности и, соответственно, нарушителей. Изставляются протоколы об административном правонарушении. За осознанный поджог сухой растительности в пожароопасный период предусмотрены штрафы, причем немалые. Однако найти поджигателя бывает сложно. Но можно и предугадывать ситуацию, обращая внимание на заброшенные несанкционированные свалки. К примеру, огромные горы мусора мы заметили за территорией бывшего мусороперерабатывающего завода, который находится неподалеку от действующего завода и уже несколько лет, судя по всему, не функционирует. Эта свалка вполне может загореться, потому что совсем недалеко еще вчера бушевал природный пожар. Может, местным властям стоит обратить на нее внимание?